Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. На восстановление российской экономики может потребоваться менее двух лет. Таково мнение президента. Россияне же полагают, что кризис затянется на куда больший срок. 72,4% участников опроса считают, что кризис затянется дольше двух лет. Лишь 12% согласны с президентом и считают, что двух лет вполне хватит. Каждый восьмой полагает, что экономика сможет восстановиться за год-полтора. 4,5% респондентов уверены, что кризис закончится уже в этом году. Чтобы кризис закончился в этом году, надо неустойки США и Евросоюза собрать за незаконные санкции. Интересно, кстати, почему это парламентариям в голову до сих пор не пришло. Просроченная задолженность предприятий перед своими работниками за первые три месяца 2015 года выросла на 940 миллионов рублей. Теперь она составляет 2 миллиарда 900 миллионов рублей. По данным Росстата, на 1 апреля долги перед сотрудниками имеют 616 организаций. Это на 246 компаний больше, чем в начале года. Своей зарплатой сегодня ждут 76 200 человек. Самые большие долги перед работниками имеют организации, работающие в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве и промышленности. Между тем, сельхозпредприятия сократили процент долгов перед сотрудниками по сравнению с предыдущим месяцем. С пятницы российским туристам, прилетающим в Египет, вновь придется покупать на границе марку визу стоимостью 25 долларов. Увы, но период льготного безвизового въезда в Египет для наших туристов был введен местным правительством лишь до мая. Более того, окончательно не решен и вопрос об изменении самого визового порядка, в рамках которого с 15 мая планировалось внедрить систему электронных виз. Однако для русских туристов с этой мерой пока решили повременить, а россияне, похоже, решили повременить с поездками в Египет. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1690 пунктов. Среди лидеров роста – Русгидро, Русал, Полюс Золото, Северсталь и МРСК Центра. Аутсайдеры – Мегафон, Уралкалий, группа Пик и Дикси. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день уверенным повышением. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Текущая неделя для рынка России будет укороченной. Курс доллара на 27 апреля – 50 рублей 24 копейки. Курс евро – 54 рубля 65 копеек. Золото стоит 1925 рублей за грамм. Серебро стоит 25 рублей 57 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 65 долларов 19 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.